Добрый вечер. Это программа После новостей. Мы продолжаем вам рассказывать и знакомиться с кандидатами в депутаты городского совета. Сегодня у нас в гостях Константин Сенченко, лидер Красноярского отделения партии Гражданская платформа. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, многим вы уже знакомый кандидат, вы же баллотировались на пост мэра, напомню нашим зрителям. Итак, избирательная кампания вышла уже на финишную прямую. Как вы оцениваете ее ход? Вот осталась всего неделя. Все ли вы сделали? Мы делаем то, что можем сделать. Мы работаем по плану. У нас есть понятная программа. Мы двигаемся, мы видим, что популярность партии растет. Мы сегодня вышли на уверенное второе место и продолжаем двигаться вперед. Вы уже себе место определяете. Конечно, конечно. Мы имеем данные социологии, мы прекрасно понимаем, что происходит. И по действиям наших конкурентов мы понимаем, что мы растем. А скажите, пожалуйста, вот это второе место за счет чего? За счет только вашей работы или за счет стечения обстоятельств все-таки каких-то внешних? Дело в том, что, понимаете, люди устали от договорных матчей. Долгое время в России не было политики, не было политики в Красноярском крае. Настоящие были договорные матчи. Когда все заранее знали, кто победит, кто займет второе место, кто займет третье. Мы не хотим играть договорные матчи. Мы настоящие. Мы хотим играть настоящую политику. И людям это нравится. Потому что люди разочаровались от этих бесконечных пустых слов. Люди хотят простых, понятных, реальных дел. Ну, вы просите у избирателей доверие, но это тоже будет такой аванс. Правильно? Потому что они тоже не знают вас в деле пока. Вы знаете, они уже знают нас в деле, потому что за тот период, когда идет кампания, мы сумели себя проявить, мы сумели себя показать, приходя во дворы. А сегодня у нас все члены партии, гражданская платформа, независимость от своего звания, статуса, в том числе и я. Мы ходим по дворам, мы общаемся с людьми, мы собираем жалобы, мы пишем заявление в городскую администрацию. То есть мы уже сегодня помогаем людям. Я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях лидер Красноярского отделения гражданской платформы Константин Сенчин. Свои вопросы можно задавать по телефону 265-45-00 и отправлять сообщение на наш смс-сервис на номер 9020 в начале. ТВК затем пробил и текст вашего сообщения. Вы выдвинулись также по одномандатному округу номер 5. Это подстраховка? Нет, это еще раз повторяю наша позиция. Все лидеры партии идут по одномандатному округу. Для того, чтобы знать, чем живут люди на земле. Ваша личная компания по какому принципу строится? Я хожу по дворам, я общаюсь с людьми. Я провел уже более 120 встреч. Буквально вчера у меня была встреча, на которой было 135 человек. То есть люди меня уже знают, меня узнают в лицо. Я знаю почти всех уже своих избирателей. Люди мне начали доверять. Люди приходят, разговаривают со мной. Люди просят помочь. Поэтому у меня идет очень, считай, хорошая компания. И я уверен, что я смогу победить. Константин Владимирович, а вам это зачем надо? Почему рветесь во власть? Вот хотели в мэра, теперь в горсовет. Понятно. Это моя личная позиция. Дело в том, что я считаю, что мужчина в своей жизни проживает несколько этапов. На первом этапе он должен получить образование, создать себя, проявить себя в каком-то деле, создать семью, обеспечить своих родных и близких. Дерево посадить? Да, дерево посадить. А потом начинается с какого-то этапа, наступает другой период жизни мужчины, когда он должен отдавать. Видимо, подошло мое время, подошел тот возраст, когда я должен отдавать. И сегодня это мой внутренний позыв. Мне это нравится, и я хочу этим заниматься. Я хочу делиться. А чем вы занимаетесь сейчас вне политики? Я знаю, что у вас был торговый бизнес. А теперь чем вы зарабатываете? Я закрыл свой торговый бизнес, потому что он стал мне неинтересным. Этот бизнес, который меня сегодня не привлекает. У меня остались ряд проектов в бизнесе, которым я не занимаюсь. Вы инвестируете? Да, нет. У меня есть проекты, которыми я не занимаюсь ежедневно. Есть нанятые менеджеры, они занимаются теми проектами. Чем я занимаюсь? Я сегодня занимаюсь политикой, а также я поддерживаю молодых, интересных ребят. Таких, знаете, головастиков, которые сегодня двигают несколько проектов в области IT-технологии, в интернете, и мне нравится с ними заниматься, я выступаю в роли такого умного инвестора. Ну, поделитесь, куда сейчас выгодно вкладываться? Вы знаете, я в любом случае считаю, что нужно вкладывать мозги, потому что мозги – это самая главная ценность, то, что есть сегодня в России. Не нефть, не газ, а мозги. Поэтому ищите умных, интересных ребят. Это такие длинные вложения, получается, да? Конечно, это все-таки не вариант, когда заработать деньги можно за 5 минут. Это и длинные вложения, и рискованные вложения, но это и интересные вложения. Если вы найдете интересных ребят, если вам понравится идея, и вы этой идеей будете гореть, то у вас все получится. А чем вы готовы рискнуть? В политике и в бизнесе? Я, как бы, рискую деньгами. Единственное, чем я не готов рискнуть, это своим словом. Если я сказал, то я делаю. Нам уже пишут зрители, и вот задают такой вопрос. Посмотрите нам в глаза и скажите, вы правда будете защищать нас? Спрашивает Игорь Викторович. Вы знаете, вот с чем я столкнулся в ходе кампании, все говорят, что вот все кандидаты ходят, ходят, ходят до выборов, потом пропадают. Так вот я говорю, ну тогда, видимо, я буду первый кандидат, первый депутат, который после выборов никуда не потеряется. Я буду работать со своими избирателями, я это гарантирую, я даю свое личное слово, что я никуда не потеряюсь. Куда можно прийти за юридической помощью? Сегодня штаб, мой штаб находится на Вавилово-1, поэтому туда можно прийти, обратиться, мы вам поможем. Еще один хороший вопрос от зрителей. Какие механизмы будут приниматься для противодействия коррупции в органах власти и судейского управления? Потому что, вот знаете, бытует мнение, что люди идут во власть, бизнесмены, для того, чтобы легче решать свои вопросы, бизнес-вопросы. Ну, во-первых, я себя уже не считаю бизнесменом в чистом виде, потому что заниматься, зарабатывать деньги мне уже просто неинтересно. Да, мне интересно. Заработали столько, что можно их думать? Да, я заработал столько, что могло об этом уже не думать. Мне сегодня интересно развивать город, двигаться вперед. Мне интересно, чтобы мои внуки, мои дети жили в городе, в котором хочется жить. Вот то, что касается борьбы с коррупцией. На мой взгляд, самое главное, правильно выставить систему. Что сегодня происходит во власти, да? Есть исполнительная власть, есть действующий мэр, свои команды, сегодня, и эта команда не маленькая, сегодня у нашего мэра только 14 заместителей, плюс 7 глав районов в ранге заместителей. Ну, то есть такая серьезная команда. Есть городской совет. В городском совете люди деньги не получают. В городском совете работают люди на добровольной, на основе, да? Ну, что-то лапируют. Да, да, нет, подожди. В чем главная функция городского совета? Главная функция – это направлять городской администрацией. И контролировать, как городская администрация занимается своей работой. Поэтому та система, когда одна и та же команда находится в исполнительной власти, и эта же команда находится в городском совете, не работает, понимаете? Не может человек сам себя контролировать. Так не бывает. Должны быть разные люди, не связанные между собой. Вот последний пример, который буквально сегодня звучал, что за коррупционную сделку был уволен глава одной из муниципальных больниц. Хороший человек, три года назад он был признан лучшим врачом города Красноярска. Правильно? Правильно. Тем не менее, мы видим, что если не создана нормальная система сдержек и противовеса, даже хорошие люди в какой-то момент могут оступиться. Поэтому наша задача – вот так выстроить систему, чтобы оступиться было невозможно. Депутатский наказ вам на будущее. Декабристов 32 благоустраивают двор, все сделали, а скамейк нет. Может, посодействуете? Железнодорожный район. Это обычная ситуация сегодня в городе. Это опять же говорит о том, что в городе нет нормальной функционирующей рабочей системы, системы контроля. И скамейки – это не самое страшное. То, что видел я, когда не могут колодцы закрыть месяцами, и дети могут упасть в колодец и погибнуть. Когда я видел, что мы начали строить детскую площадку, сделали ограждение, привезли вот такую щебенку, бросили и уехали. Прошло три месяца, ничего не происходит. То есть дети раньше играли хоть как-то на этой площадке, а сегодня играть не могут, потому что ноги переломают. Сегодня это явление совершенно обычное. Это происходит с полширионом. Как вы считаете, какие партии попадут в городской совет? Как распределяться силы в нем? По последним соцопросам говорят, что партия, которой проучили большой успех, как-то ее позиции, она сдала позиции немножко. Понятно, понятно. Вы знаете, я точно знаю, что попадем мы. Понятно, что партия власти свои позиции теряет, и мы сегодня к ней стремительно приближаемся по рейтингам. Сколько партий, кроме наших двух партий, попадет в городской совет, я не знаю. Потому что еще впереди целая неделя, и кто как себя проявит в последнюю неделю, я не знаю. Но мы сделаем все для того, чтобы наша партия...